Всем доброго дня! С вами Аркадий, мы в Канаде, и сегодня мы с вами общаемся с одним из ведущих иммиграционных консультантом, с которым мы сотрудничаем много лет, но которая, к сожалению, редкий гость стала на нашем канале. У нас в гостях сегодня Анна Рыжова. Анна, добрый день! Добрый день всем! Рада встрече! Произошло довольно много изменений в этом году, касающихся иностранных студентов, касающихся возможностей работать во время, после обучения, работать в случае смены статуса и так далее. Все, конечно же, будет невозможно описать, но сегодня на нашем канале мы постараемся собрать самую важную информацию для тех, кто планирует учиться жить и работать в Канаде, и для тех, кто строит свои планы с учетом нынешних реалий, с учетом нынешних новых правил. И хотелось бы у Анны, конечно же, узнать максимум информации о том, на какие изменения стоит обратить внимание для тех, кто приезжает в Канаду на обучение, и что, в общем-то, самое важное, что стоит учитывать на данный момент. Анна, вам слово. Действительно, изменений в последнее время происходит очень много, и вся иммиграционная политика сейчас меняется для того, чтобы сделать ее более прозрачной, наверное, для того, чтобы ее сделать более эффективной, и для того, чтобы тот, кто приезжает в Канаду, и находил и работу, и не испытывал стресса и сложности при получении постоянного резидентства в Канаде, если перед студентами, кто приезжает в Канаду, есть такая цель. К сожалению, во время пандемии, то, что происходило после нее, произошел ряд изменений, который отразился на том, что в целом ситуация пошла не туда, куда ожидалась. И в целом проявились негативные последствия того, что в Канаду стало приезжать все больше иностранных студентов. К сожалению, не всегда эти студенты были настоящими студентами, учились не на тех программах, на которых должны были бы учиться, и пользовались этой возможностью для того, чтобы просто приехать в страну и каким-то образом остаться, задержаться. Что в итоге? В итоге получилось то, что количество безработных среди временных резидентов Канады почти в два раза сейчас выше, чем среди местного населения, среди постоянных резидентов и граждан. Существует достаточно большое количество сейчас людей, кто приехал, отучился, несколько лет отработал и никак себя не может теперь найти подходящую миграционную программу и эмигрировать. Поэтому для того, чтобы для будущих студентов, которые приезжают в Канаду, для тех, кто учится, для тех, кто уже отучился, были возможности все-таки реализовать свои планы и сделать Канаду со своим домом, страной, в которой они будут дальше работать и жить, все это и происходит. Хотя, конечно, на первый взгляд кажется, что это кошмар и ужас, все эти изменения, они только негативные. В целом, я извиняюсь, если суммировать, то изменения действительно достаточно серьезные и для некоторых кандидатов это, возможно, усложнит каким-то образом их предыдущие планы, возможно, которые они строили. Но, в целом, для тех, кто сможет пройти через необходимые требования, для тех, кто сможет выполнить требования определенных программ, требования по окончанию обучения для права на работу и так далее, для них в этом случае будут лучшие условия. Я правильно понимаю? Да, все именно так и есть. То есть, если и раньше нужно было очень внимательно отнестись к тому, как строить свой будущий путь в Канаде, начиная с выбора программы, сбора пакета документов, потому что и разрешение на работу получить непросто, и выбрать правильный путь для себя непросто. Да, сейчас вот именно этот подготовительный этап должен занимать еще больше времени, к нему надо еще серьезнее относиться, потому что нужно понимать, что если раньше для тех, кто приезжал 5-10 лет назад в Канаду, достаточно было просто отучиться, год отработать практически на любой работе, но определенного уровня квалификации, то было уже гарантировано, что такие студенты, которые отучились в Канаде, они получат вид на жительство и смогут оставаться в стране. А сейчас, к сожалению, ситуация… Короткий вопрос, да. Вот в связи, учитывая то, что было раньше, и на самом деле все равно было непросто, все равно студенты должны были пройти через определенный отбор, все равно… Требования, конечно, определенные были, да. Но можем ли мы сказать, что в связи вот с изменениями, которые происходят сейчас, учеба все равно пока остается наиболее, скажем так, доступным и наиболее реальным путем для того, чтобы набрать те требования, которые требуются для канадской иммиграции? Или на данный момент учеба уже не номер один вариант? Ну, скажем так, сейчас все идет к тому, что учеба может стать вообще одним из, если не единственным, то более реальным способом приехать в Канаду, потому что сейчас за последний месяц произошло очень много изменений и для тех, кто приезжает в Канаду по работе. И количество работников, которые заходят на канадский рынок труда, иностранных работников, оно тоже сокращается. В результате, да, целью этого является то, что канадское правительство стремится к тому, чтобы рынок труда наполнялся теми, у кого есть канадское образование, канадский опыт работы, у кого уже есть определенный уровень интеграции в рынок труда. Вот, чем привозить зарубежных работников, да, которые влияют, безусловно, на уровень зарплаты, на качество труда, и, к сожалению, очень часто являются просто сами же мишенью для того, чтобы все эти нарушения происходили, да. И, ну, обеспокоенность присутствует, конечно, да, тем, какие условия существуют для тех, кто приезжает. Поэтому, безусловно, обучение, учебный процесс, да, приобретение новой профессии или дополнительных навыков, адаптация своего образования под канадский рынок труда в ближайшем будущем, ну, она и была всегда, но, скажем так, что станет сейчас приоритетным путем для того, чтобы приезжать и строить свою жизнь в Канаде. Ну, ясно. Спасибо огромное для тех из вас, кто смотрит нас впервые, для тех, кто на этом канале первый раз и, возможно, не знаком еще с контентом, не знаком со мной. Если у вас есть вопросы, если вас интересует информация по образованию за рубежом, будь то Канада или другие страны, пожалуйста, обращайтесь по ссылкам в описании к этому ролику. И также там будут контакты и все необходимое для того, чтобы вы могли оперативно связаться и получить консультацию и получить информацию, касающуюся конкретно вашей ситуации, не в целом, не то, что мы обсуждаем. Потому что, конечно же, никто вам не расскажет все законы или всю информацию в одном вебинаре, а именно по вопросу обучения конкретно для вас, для ваших детей, для вашей семьи и так далее. То есть это все решается индивидуально, и контакты будут в описании к этому ролику. Анна, спасибо огромное за обзор того, что происходит. Можно буквально несколько основных пунктов. Да, может быть, такие возьмем категории студентов, которые едут. Первое – это частные колледжи, государственные колледжи и университеты. Ну, университеты, может быть, частные и государственные мы объединим в одно, потому что, если есть какая-то разница, то скажите, пожалуйста. Но вот по вот этим трем типам учебных заведений многие годы большинство, конечно же, выбирали колледжи быстрее. За два года можно получить диплом, ниже требования по языку, ниже стоимость обучения. Никаких проблем для, ну, как бы, нельзя сказать, что никаких, да, но никаких ограничений легальных не было для того, чтобы члены семьи могли также, да, здесь иметь возможность учиться, работать и так далее. Вот что происходит сейчас, да, то есть частные колледжи, государственные колледжи и университеты? Что мы можем порекомендовать нашим студентам и в чем разница? Ну, здесь, конечно, опять же, да, при выборе учебного заведения нужно в первую очередь отталкиваться от ситуации, в которой находится будущий студент. Вот, но есть, конечно, какие-то общие правила, да, и общие изменения, которые произошли, касающиеся этих типов учебных заведений. Что касается частных колледжей, то большинство из них сейчас для иностранных студентов, ну, скажем так, закрыто, потому что очень маленькое их количество получило возможность принимать иностранных студентов. Им не выделили квоты на выдачу provincial attestation letters, да, писем, которые, ну, которые должны подтвердить на провинциальном уровне, письма о зачислении, без которых невозможно получение разрешения на учебу. Да, внутри, возможно, смена статуса потом, да, смена, там, учебного заведения на частное, но, опять же... С частного на государственное. Или... С частного на государственное. Ну, и туда, ну, как, внутри можно уже менять, да, потому что для тех, кто внутри находится, да, вот это вот provincial attestation letter, этот документ, он уже не нужен, но, тем не менее, для первоначального получения разрешения на учебу это необходимо. Поэтому некоторые, ну, это реально количество возможных, количество вариантов, да, поступления в частные колледжи, оно сократилось. А если мы говорим про государственные колледжи, конечно, здесь тоже те изменения, которые произошли, определенным образом сократили, ну, не определенным, а значительно сократили поток тех, кто едет на программы. Это связано это с тем, что супруги студентов получили, точнее, не получили, а уже не получают теперь, да, возможности подавать документы на открытое разрешение на работу. Но, опять же, да, сейчас это было сделано для того, чтобы с чего-то можно было начать, да. Да, и в дальнейшем, да, что прогнозируется, то, что разрешение на работу и после обучения, и во время обучения на определенных программах, оно не будет изменяться, да, будут такие же преференции, как у университетов, но для тех программ, которые будут приоритетными для канадского рынка труда. Вот, соответственно, если вы выбираете программу в той сфере, которая для Канады сейчас не является приоритетной, да, то вполне возможно, что там через год или через два сложится такая ситуация, что эти программы, они и не будут иметь, то есть студенты, которые на них учатся, не будут иметь возможности получать разрешение на работу, да, Post-Graduation Work Permit. Вот, сейчас оно пока, слава богу, еще есть у всех, вот, но и, как правило, оно не, то есть, если происходит такого плана изменения, они не касаются тех студентов, которые учатся в настоящий момент, то есть, если вы планируете обучение в этом году, там, зимой 2025 года начинать, да, то и уже получили письма о зачислении, отправили документы, получили разрешение на учебу, оно не должно коснуться вас, да, то есть, вот, как правила были, так они и будут отработаны, вот, но для будущих студентов, конечно, важно обязательно обращать внимание на те приоритеты, которые ставит Канада при уже своих иммиграционных интересах, да, тех, кого, ком страна очень заинтересована. И здесь, да, получается так, что все равно у колледжей будет огромное преимущество, я думаю, что это останется основным местом притяжения иностранных студентов, вот, я думаю, ну, сейчас поговорим про университеты, да, и я потом, потом вернемся к теме колледжей, каким образом, как программы выбираем, да, вот, если мы говорим про университеты, то здесь, ну, да, есть преимущества определенные того, что при обучении супруги имеют право на работу, и то, как бы, на определенных программах, да, это речь идет о, не обо всех программах, и если мы говорим здесь про частные и про государственные университеты, да, то у некоторых частных университетов есть все-таки, опять же, не такие сильные позиции, как у государственных, потому что не все они включены в провинциальные миграционные программы, да, потому что если есть какие-то преференции для студентов, допустим, там, в Онтарио, это есть программа для тех, кто завершил программу обучения мастер в провинции или учится на, ну, до определенного уровня доучился на программе PHD в аспирантуре, да, для них программа эта открыта только для тех, кто учился в государственных вузах, да, к сожалению, частные вузы в эту когорту не входят. Очень много всего, да, и, опять же, как я в самом начале сказала, в зависимости от того, какие у вас цели, едете вы один, едете вы с семьей, какой путь для себя в Канаде видите, какую миграционную программу для себя выбираете в будущем, да, с этого нужно начинать для того, чтобы, то есть все должно быть в комплексе, да, решение вашего вопроса выбора учебного заведения и вашей будущей миграционной программы. Короткую можно ремарку по поводу? Да. Я хочу просто добавить, как с точки зрения не интервьюера, а сотрудника государственного колледжа, одного из крупнейших в Онтарио, как мы видим с нашей стороны, да, что сейчас происходит. Во-первых, у нас уже есть список приоритетных программ, то есть это достаточно уже определено, это не, да, возможно, вы эту информацию не найдете сейчас в каких-то открытых источниках на сайтах, потому что это может быть разное для разных колледжей, но у нас этот список достаточно большой, там, может быть, порядка 30 программ, да, которые, на которые мы должны делать упор. Есть программы, на которые мы перестали набирать иностранцев, их не так много, это всего лишь 6 программ, которые считаются, но, опять же, если мы посмотрим на оба этих списка, да, убранные программы и приоритетные программы, то это сделано во многом в интересах студентов, потому что те программы, которые убрали, ну, грубо говоря, по ним и работы нет, да, может быть, туда легко поступить, может быть, это достаточно такие, такая общее, какое-то общее образование, но сейчас программы, которые в приоритете, они очень специфические, да, то есть это неплохо, и более того, мы открываем новые программы, больше программ бакалавра, очень большой упор на программы инженерные сейчас будет, и вот буквально мы ждем одобрения от Министерства образования большого количества новых программ. Вот этот момент очень важный. Второй момент – это количество мест. Для того, чтобы сейчас те, кто нас слушают, понимали, колледжи не резиновые, как это было когда-то, когда колледжи охотились за студентами, везде там ездили, собирали и так далее, на данный момент количество заявок, которые мы получаем, примерно в три раза выше, чем количество людей, которые мы можем принять. Больше программ становятся конкурсными, даже какие-то это программы, может быть, не постград, да, не постградиут, а андерградиут, которые, в принципе, будут тоже все равно преференцией людям с определенным опытом работы, с определенным образованием и так далее. То есть качество студентов, оно должно вырасти в целом для, опять же, для того, чтобы иметь возможность работать. И колледжи – это уже не будет таким вариантом, который, ну, скажем так, куда проще поступить, да. Это все-таки, да, действительно нужно будет более серьезно именно подходить к выбору программы и с точки зрения подачи документов и так далее, да. Немножко усложнились и стали строже дедлайны по оплате, опять же, да, то есть, ну, необходимости депозит, да, который раньше был там в колледже, две-три тысячи долларов. То есть сейчас смотрят, чтобы студент действительно был с финансами, оплачивал там, например, первый семестр. То есть это тоже такой момент очень важный. Ну, и если говорить про, скажем так, опять же, упор колледжа и то, на что идет развитие, это возможность принимать иностранных студентов, да, в том количестве, чтобы оно, я просто не могу говорить конкретные цифры, но оно не должно превышать определенный процент местных студентов. То есть почему это важно? Потому что наступил в какой-то момент такой период, когда колледжи, некоторые, не все колледжи стали принимать столько иностранцев, что в группах были только иностранцы, да. То есть когда приезжает студент, и он даже не учится с канадскими студентами. Нет, на данный момент наше количество иностранных студентов строго привязано к нашему количеству местных студентов, для того, чтобы и для местных студентов это был хороший опыт, и для иностранцев, которые приезжают реально учиться в Канаду, а не в какой-то вот, ну, в международном университете они могли бы учиться, там, не знаю, в Сингапуре, Дубае или еще где-то. Но мы говорим о том, что они будут получать действительно канадское образование и с канадцами на одном уровне. То есть это тоже очень-очень важный момент. Вот. Это то, что я хотел сказать. А, и по поводу права на работу для студентов еще, для супругов студентов, извините про такой момент, я скажу так, что, да, для многих это большое так вау, ну, как это моя супруга не сможет работать или мой супруг, но если посмотреть реалистично на цифры, то в восьми из десяти случаев никакие супруги никогда не работали. Поверьте мне, даже если они получали право на работу, во-первых, не все его получали, вот некоторые ждали по году это право на работу, да, и пока уже они его получат, уже студенты и работу заканчивал. А второй момент, конечно, это самый такой важный, это английский язык, то есть супруги студентов редко приезжают с хорошим английским. Если супруг студента или супруга не приезжает сюда и тоже не учится, то шансы, что они быстро найдут работу или какую-то нормальную работу, да, они, ну, они были минимальными. То есть в восемь из десяти случаев супруги студентов и так не работали в Канаде. И третий момент, конечно, если они приезжают с детьми, то некоторые студенты не оценивают адекватно, сколько здесь стоит child care, да, и иногда оптимально, чтобы второй супруг сидел все-таки с детьми. Да, школа заканчивается в 3.30. Да, и как бы и что, да, то есть сейчас мир уже немножко более гибкий. У нас есть супруги студентов, которые приезжают, например, и работают онлайн, да, или работают каким-то образом там на зарубежных работодателей, чтобы у них была возможность с детьми сидеть, и английский учить здесь параллельно. То есть все возможности, они как бы есть, но это не было такое, что прям все приезжали, один учится, другой работает, как это рекламировали в какой-то момент, да, то есть колледж все-таки основная идея, что студент приезжает учиться. Все остальное – это бонусы, которые вы можете получить, а можете не получить. То есть мы говорим о том, что образование – это образование прежде всего, и на это будет делаться большой упор, я думаю. Все, я остановлю этот вопрос. Да, да, да. Ну вот, возвращаясь к тому, Аркадий, что вы сказали по поводу приоритетных программ, здесь я тоже хочу добавить, что, ну да, действительно, при выборе учебной программы сейчас, мне кажется, как никогда нужно обращаться за помощью специалистам для зачисления в учебное заведение, потому что мы тоже сталкиваемся с тем, что там, я сталкиваюсь с тем, что многие клиенты, да, они испытывают сложности. Если самостоятельно обращаются в учебное заведение, да, то тогда что-то по документам может быть не то предоставлено или пропущено какое-то важное письмо, и в итоге получается так, что просто пропускаются дедлайны, да, и приходится переносить все эти вопросы на неопределенное количество времени и откладывать их, поэтому, да, это очень важно. Во-первых, то, что я хотела сказать. Во-вторых, да, можно смотреть, ну, помимо того, что, да, вы получите во время этой консультации еще информацию о том, какие программы являются приоритетными для международных студентов, вот, можно еще ориентироваться на те специальные приглашения, да, для подачи документов на постоянное резиденство, которые сейчас идут на федеральном уровне, вот, потому что если раньше, ну, и сейчас до сих пор, да, можно зайти в пул кандидатов на эмиграцию и ждать своего приглашения, то, ну, если кто-то из вас, я думаю, что многие, да, уже и много слушали, и много изучали вопросов и знают о том, каким образом эта система работает, да, вот, из общего пула кандидатов есть общие выборки, но баллы сейчас по ним такие высокие, что для того, чтобы достичь этого уровня, нужно быть молодым, с блестящим английским, с колоссальным оптом работы, желательно еще с канадским образованием и, там, я не знаю, мастер-дегри или PHD, еще и родственники, чтобы в Канаде были, еще и французские нужно знать, ну, в общем, нужно много-много-много всего, что, ну, чаще всего очень сложно реализовать, вот, поэтому, опять же, почему это сделано, почему такие высокие баллы, вот такая высокая планка была поставлена для того, чтобы в эмиграционной системе появилась возможность отбора тех, кто действительно нужен, да, и такое было уже, такой прецедент уже в эмиграционной политике Канады был, да, когда постепенно сокращалось количество приоритетных профессий, и для тех, кто приезжал из-за рубежа, да, все сложнее и сложнее было проходить вот и через этот отсек. Можно я еще буквально, да, добавлю, я извиняюсь, что перебиваю постоянно, я думаю, такой важный момент мы должны сказать для всех, да, потому что мы начали наш разговор с того, как люди могли бы, скажем так, с учетом новой информации подготовиться, нужно понимать, что все меняется и будет меняться дальше, скорее всего, с большой вероятностью, то, что мы говорим сейчас, оно относится только к тем, кто подает свои заявления сейчас, да, то, что будет дальше, но, во-первых, как всегда у нас, те, кто раньше начинают действовать, те получают обычно наилучшие условия, это первый момент. Второй момент – это то, что, да, вы можете планировать, и вы должны планировать, и вы должны разобраться, и какая программа нужна, и что с языком делать, и кому-то проще, может быть, приехать даже сначала при колледже на языковой курс, а потом уже получить, да, ваше приглашение на основную программу, то есть уже решить как бы здесь на месте этот момент, но нужно понимать о том, что есть вещи то, на что мы можем повлиять, на наше планирование, да, то есть мы можем максимально снизить риски, но, к сожалению, итоговый результат будет тогда, когда вы, если в ваших планах после учебы получить разрешение на работу и остаться в Канаде с постоянным резидентством, то уже окончательно, к сожалению, нужно будет решать и смотреть на правила, которые будут потом. Они могут быть существенно изменены, но я еще раз повторюсь, если вы максимально сможете начать планировать это с самого начала, то, соответственно, и риски вы сможете снизить, а может быть, вы будете как раз на коне, и вы будете среди первых, кто сделал все правильно. Поэтому делаем то, что зависит от нас и полагаемся на то, что судьба все в итоге расставит по своим местам. Если мы все делаем правильно, то мы выйдем на определенный результат рано или поздно. Я согласна с этим, но тем не менее, понятно, что сегодня это могут быть одни приоритетные профессии, через два года ситуация поменяется, это могут быть другие приоритетные профессии, но все-таки есть определенные сферы, которые вряд ли в ближайшие годы будут сильно изменяться. И те приоритеты, которые сейчас иммиграционная политика ставит перед собой, и рынок труда в чем испытывает потребности, это сфера здравоохранения, это рабочие специальности, это, наоборот, высокотехнологичные специальности, инженерные, информационные технологии, оно вряд ли сильно, очень сильно изменится, возможно, что-то добавится, может быть, какие-то там несколько профессий идет из этого общего списка, но общие направления, они все равно будут присутствовать, все равно Канада будет испытывать потребность в такого плана специалистов. И еще раз, да, хотелось бы, наверное, сказать о том, что мне кажется, что вот если брать все страны с активной миграционной политикой, да, это Австралия, там Соединенные Штаты, некоторые европейские страны, я могу сказать, что, наверное, Канада всегда действует достаточно осторожно, вот, хотя, конечно, сейчас не беспрецедентно резкие движения происходят, но, тем не менее, они всегда основываются на опыте тех стран, которые уже через эти шаги прошли, с учетом тех ошибок, которые были сделаны, да, и в любом случае те меры, которые направлены сейчас, и те изменения, которые происходят, они все, ну, предполагают собой, да, и наверняка приведут к тому, что приезжающие студенты, как это было когда-то, и как это, я уверена, будет в будущем, да, они смогут и найти себя на рынке труда, и получить вид на жительство, кто захочет, да, получить гражданство в Канаде, все это делается для того, чтобы жизнь иностранных студентов и жизнь тех, кто уже получил постоянное резидентство и гражданство Канады, да, в этой стране была лучше. Ясно, спасибо огромное. Может быть, да, буквально еще такой, у меня вот вопрос возник, пока вы перечисляли эти сферы, которые, ну, скажем так, мы действительно можем спрогнозировать, что в этих сферах будет спрос продолжаться, потому что, конечно же, Канада – это промышленная страна, Канада – это страна, где по здравоохранению еще здесь очень много вопросов будет решаться, да, потому что сейчас мы видим, растет количество и частной медицины и так далее, да, то есть какие-то моменты, которые будут развиваться еще много-много лет в этой стране, но все профессии практически, которые вы назвали, или, ну, там, скажем так, основная часть из них – это либо, это университет, это, скорее всего, не университетские, это колледжские программы. Да, именно, да. И это номер один, да, вопрос почему, потому что, когда у нас студенты едут в университеты, либо это какие-то специфические, например, магистратуры, там, PHD и так далее, где конкурс может быть, там, тысяча человек на 15 мест вполне спокойно, да, то есть на которые, ну, в принципе, чаще всего не стоит и смотреть для многих, да, скажем так, либо это программы, например, ну, там, MBA, да, или там, как программы, связанные с интернешнлым бизнесом, или еще что-то, какие-то программы leadership management. И, конечно же, когда, ну, любая индустрия растет, везде будут нужны, там, грубо говоря, управленцы, operations, там, бухгалтера, маркетологи и так далее. Вот, ну, в связи с этим, в связи с тем, что такой упор большой на инженерию и медицину, как вы считаете, есть ли смысл сейчас выбирать, например, бизнес-программы? Или, например, бизнес-программы смотреть только в университетах, да, то есть для того, чтобы, поскольку, ну, конкуренция выше, да, на этом рынке, грубо говоря, сейчас уже менеджеры, там, без MBA, мало кто хочет нанимать, потому что, опять же, раньше в Канаде было достаточно 2-3 года диплома, но сейчас в бизнес-среде уже, как бы, магистратура не является чем-то таким необычным. Вот если говорить про университетские программы, то и особенно с учетом того, что некоторым просто на них будет не поступить, если только на них смотреть, есть ли смысл выбирать те программы, которые более доступны для поступления, которые более доступны по стоимости сейчас, или все-таки, вот, опять же, мы смотрим на какие-то специфические направления, или в университетах выбирать вот все, что подходит? Нет, с моей точки зрения, надо просто понимать, в чем разница, да, и как вы видите свою дальнейшую карьеру. Если это исследовательская деятельность, если вы дальше хотите учиться в магистратуре, аспирантуре, посвятить свою жизнь науке, конечно, это университеты, да. Если мы говорим про бизнес-сферу, ну, здесь я бы, наверное, согласилась с тем, что, ну, 2-3 года сейчас в колледже и идти потом искать работу в банке уже будет сложно, потому что, действительно, конкуренция громадная на рынке труда, и, ну, капризничают работодатели, они хотят видеть тех, у кого уже, кто чем-то отличается, да, вот, и у кого уже было вот работы, поэтому я бы, может быть, в этой ситуации бы тоже выбирала бы университеты, с одной стороны, с другой стороны, ну, возможности для практики студентов и для их трудоустройства все равно университетов априори ниже, просто за счет того, что больше поток студентов идет, и не такой индивидуальный подход к каждому из них, вот, поэтому все остальные приоритетные профессии, действительно, да, это в первую очередь программы колледжей, которые изначально, как образовательные учреждения, да, были открыты, и существовали, и развивались, именно как ответ для потребностей на рынке труда, и, конечно же, у колледжей больше возможности реагировать на эти изменения, да, университеты сейчас тоже идут по этому же пути, да, внедряют и элементы стажировок, и стараются сделать более... Университеты стараются больше, похоже быть, на колледжи теперь, потому что... Да, конечно, да, то есть колледжи стремятся больше программ добавить университетских, и, как бы, раскрасить, да, свою там палитру бакалаврскими программами, университеты, наоборот, пытаются как-то сделать свои программы более практически направленными, и действительно выпускать специалистов, готовых на рынок труда, а не фундаментальных исследователей, которые дальше пойдут, хотя они тоже нужны, то есть если ваша цель и стремление в жизни преподавать биологию в университете, конечно, вам нужно идти в университет, да, вот, здесь просто вы, ну, как бы, вопрос вашего будущего, вашей, как вы себе видите карьеру, сколько у вас денег есть на то, чтобы учиться, и сколько вы можете позволить себе лет учиться, искать работу после этого. Да, хороший университет, и тоже такой вопрос себе, опять же, нужно смотреть на финансы. Это очень дорого, и сейчас, сейчас, где-то еще стипендия. За последние несколько лет стало это просто катастрофически дорого, да, это, и, и конкуренция высокая, да, то есть просто так туда тоже не поступишь. Это, если мы говорим про магистратуру, это вообще отдельная история, да, потому что все вроде как зовут, программы везде есть, ты ждешь там несколько месяцев, полгода, а в итоге, да, свое письмо, зачисление не получаешь. Поэтому здесь очень, это интересный вопрос, но, да, резюмируя все вышесказанное, большинство программ, которые сейчас являются приоритетными для эмиграции, да, они для выпускников двух-трехлетних программ в колледже. Да, это так оно и есть. Анна, спасибо огромное, очень было интересно, это очень важный разговор для нас был, и я его ждал с нетерпением. Я уверен, что будет много вопросов, поэтому, пожалуйста, для тех, кто хочет что-то узнать, не стесняйтесь, пишите ваши вопросы в комментариях, но если у вас какие-то, скажем так, если вы уже готовы действовать, да, и вы уже конкретно хотите начать с того, чтобы, ну, уже подбирать какие-то варианты для себя, опять же, то, о чем мы говорили, с учетом и новых изменений, и с учетом ваших финансовых возможностей, и с учетом каких-то географических предпочтений и других, пожалуйста, оставляйте заявку по ссылкам в описании к этому ролику. Анна, еще раз вас благодарю, будем всегда на связи, и я уверен, что те студенты, которые внимательно вас слушают, те студенты, те, скажем так, заявители, которые начинают путь с вами, у них все должно быть, ну, максимально, скажем так, приближено к той реальности, которую от них ожидает страна, для того, чтобы они прошли и стали индивидуальными, прошли весь путь с индивидуальным сопровождением и стали идеальными кандидатами для того, чтобы получить здесь и право на работу и возможность остаться, если, опять же, такие цели перед вами стоят. Еще раз скажу, что, конечно же, стоит Канаду рассматривать канадское образование именно с точки зрения образования. Это не гарантированная ситуация, когда закончил, получил диплом и вместе с ним получил канадский паспорт. Нет, это абсолютно два разных процесса, но один процесс поможет другому. И, прежде всего, у вас должна быть очень хорошая мотивация учиться. Мы очень ждем в Канаде настоящих студентов, реальных студентов, которым нужно качественное образование. Неважно, будь то английский язык, будь то программы послешкольные или последипломные, в Канаде огромный выбор и то качество, сочетание цены и качества, которое предлагает канадское образование, оно действительно уникально на рынке сейчас, если смотреть в масштабе всего, скажем так, всего мирового рынка международного образования. Поэтому всех ждем, но с целью реально учиться. И дальше ваши дальнейшие карьерные и личные цели, это нормально, нужно над ними работать, это мы всегда готовы вас поддержать. Спасибо большое за приглашение, да, и надеюсь, что все, кто еще не определился, куда ехать или пугаются тем изменениям, которые в Канаде происходят, немного картина прояснилась, вот, будем рады помочь вам выборе программу учебной, да, и если нужна дополнительная помощь и поддержка, то всегда рады быть на связи и общению. Спасибо огромное, всем всего доброго, пока. Всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok